На целый вечер площадь революции превратилась в большую спортивную площадку под открытым небом. Промо-событие проекта «Дыхание улиц» объединило 300 человек, которые собрались поиграть в уличный баскетбол и футбол, компьютерные игры, полетать на BMX, помериться в умении читать рэп и танцевать брейк. На площадке уличного футбола «Панна» один на один на круглом поле. 11-летний Андрей Титов уже пять лет занимается футболом. В спортшколе он вратарь, а здесь решил попробовать себя сразу в трех амплуа – нападающего защитника и вратаря. Там надо провести промеж ноги, забить гол. Сразу на нескольких площадках соревнования по уличному баскетболу и поклонников этого вида спорта не меньше. Чтобы сыграть в стритбол, нужна высоко поднятая корзина и хорошая компания. Дмитрий уже второй год приходит на площадь, чтобы сразиться с товарищами. Я здесь участвую второй раз. Привлекает тем, что, во-первых, много знакомых людей, да и вообще, когда молодежь собирается, это прекрасно. Тем более, баскетбол – самая лучшая игра с мячом. Видно на первый взгляд, что народу стало больше, чем просто играет. Это плюс. Теперь поводов собраться на центральной площади города у молодежи стало еще больше. Недавно здесь установили специальную площадку для BMX. На ней можно выполнять трюки на амплитуде, вылетовый радиус, прыгать через ступеньки. Андрей Муромцев все это делает мастерски. Не раз он занимал первые места в городских соревнованиях. Классное мероприятие. Много людей собираются с разными направлениями. То есть BMX, баскетбол и так далее. То есть, в принципе, то, что в самом центре города появилась площадка – это клево. Начинающие какие-то поколения, райдеров, может, лет 9 и так далее. То есть, им удобно достаточно здесь чего-то учиться. То есть, это хорошо, чтобы появилась она здесь. Не такой активный, но не менее увлекательный киберспорт. Ребята сбивали голы, сражаясь с виртуальным соперником. В преддверии чемпионата мира по футболу самая популярная игра на площадке – FIFA 2018. Бывалые геймеры поделились своими секретами игры. Играть нужно спокойно, без агрессии. И тут нужно выиграть противника. Выиграть противника – главная задача и в песенном батле. На импровизированном ринге молодежь меряется силой слова. Попробовал себя в качестве рэпера и мэр Вологды Сергей Воропанов. Он прочитал рэп собственного сочинения. Молодежь подпевала и поддерживала громкими аплодисментами. Встречи, поездки, работа в субботу. А мне, как и вам, поспать охота. Полгода всего я мэром тружусь и городом нашим очень горжусь. Сегодня мы проводим в рамках проекта «Дыхание улиц» промо-акцию, когда мы приглашаем всех активных жителей нашего города, в первую очередь молодежь, посмотреть на этот проект. Сегодня мы опять собрались в дружеской компании с молодыми людьми, для того, чтобы показать, кто на что способен. Открыли новый сезон проекта в конце апреля, а соревноваться в Алакжане будут в этом году по 10 направлениям уличных видов спорта. Есть и новые дисциплины. В конце мая, точнее, мы всегда проводим перед отборочными соревнованиями такие вот промо-мероприятия, которыми стараемся привлечь внимание к нашему проекту и немножко рассказать о тех направлениях, которые в нем представлены. Это киберспорт, это уличный баскетбол, это BMX, ребята брейк-данс также представлены сегодня. Ну и одно из новых направлений – это уличный футбол, панна. 2 июня стартует отборочное соревнование. А 30 июня на площадке у драматического театра состоится масштабный финал проекта. Состязания по экстремальным и уличным видам спорта – стритбол, стритворкаут, парковый волейбол, алтимат, кроссфит, паркур и киберспорт. В 2018 году проект «Дыхание улиц» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.